МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Угодили в финансовую яму дебиторская задолженность МУП-центр ЖКХ 430 миллионов рублей. Все для маленьких пациентов. Обновленный холл детской поликлиники открыли после ремонта. 1825 раз спасибо! Мурдом лучший социальный проект Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. Жизненные артерии города. Так депутаты назвали два МУПа Центр ЖКХ и КШП. Включение этих предприятий в прогнозный план приватизации они рассмотрели на очередном Думском комитете. И если к деятельности комбината школьного питания особых вопросов не возникло, то тяжелое финансовое положение Центра ЖКХ вызвало серьезные опасения народных избранников. О том, как предприятие планирует выбираться из финансовой ямы, рассказал его директор Николай Шестопалов. Вот одна платежка 944 731 миллиона. Одна 1 миллион 036. Что это за платежки? Это ящики получают должники. Совершенно верно, да. Такие цифры в коммунальных платежках могут шокировать. По словам Николая Шестопалова, злостных неплательщиков, чьи задолженности насчитывают сотни тысяч рублей, у МОП-центра ЖКХ не единицы и даже не десятки. Общая сумма невозвратных долгов – порядка 88 миллионов рублей. Всего же дебиторская задолженность предприятия перевалила за 430 миллионов. Я к чему сейчас вот эти все цифры привожу? Чтобы из каждой здесь присутствующих понимал, что вот да, можно посмотреть на наш балансовый отчет, сказать, ребята, вы убыточные и вы вообще не жизнеспособны. Убыточные мы почему? Потому что есть накопленная задолженность предыдущих периодов. И так или иначе приходится реализовывать, так или иначе приходится наводить порядок на предприятии. Когда-то нужно убираться. Это не делается все за 5 минут. Николай Шестопалов рассказал, что юридический отдел на предприятии был создан только весной 2021 года. С того времени идет активная работа по взысканию задолженностей. Какие-то суммы удается возвращать, какие-то центр ЖКХ вынужден списывать. Из-за этого формируются немалые убытки предприятия. Например, текущий год оно заканчивает с балансом в минус 70 миллионов рублей. Сюда вошли в том числе и траты на содержание старого жилого фонда, и разница между получаемыми коммунальными ресурсами и предоставлением услуг. Есть, например, целые квартала на обслуживание мупцерта ЖКХ, жилых домов, где индивидуальные приборы учета нет возможности поставить. Техническая возможность. В связи с тем, сколько там водички вылилось у жителя, столько и вылилось. Сколько прошло через общедомовой прибор учета, столько и прошло. Однако же, по 354-му постановлению выставить мы можем жителям только определенную норму, а ресурснику обязаны заплатить по прибору учета. Для таких домов, по словам Николая Шестопалова, в первом квартале следующего года проведут перерасчет. Механизм уже знаком по этому году, когда жители получили перерасчет по теплоснабжению. Такую же схему применят к холодному и горячему водоснабжению, канализации и электричеству. Вместе с тем, Центр ЖКХ просит поднять тариф на содержание общедомового имущества на 9%. Эта строчка в платежке не индексировалась с 2019 года. И эта плановая цифра, она в принципе позволит, если 9%, 3 на 7, 27, да, привлечь где-то порядка 30 миллионов. Это то, что нам действительно в течение года не хватает на индексацию заработной платы, на ГСМ, на закупку механизмов. Это уже просто те расходы, которые вы уже приняли. Естественно, да, мы их приняли, мы их действительно ведем. По мнению Николая Шестопалова, у предприятия есть все шансы выйти из сложившегося тяжелого финансового положения. И Центр ЖКХ вполне готов к приватизации. Но депутаты оптимизма не разделили, отметив, что дебиторская задолженность растет с каждым годом. Они вновь попросили от директора дорожную карту развития предприятия и исключили МУП Центр ЖКХ из прогнозного плана приватизации. Вопрос о повышении тарифа на содержание общедомового имущества пока также остался открытым. Все для маленьких пациентов. В холле детской поликлиники завершился капитальный ремонт. Регистратура стала открытой за счет отделения картохранилища. Появилась стойка администратора, а гардероб перенесли. Что еще изменилось, посмотрела наша съемочная группа. Открытая регистратура, удобная навигация, комфортная зона ожидания, обновленное крыльцо, закрытая колясочная и безбарьерная среда для маломобильных граждан. Холл детской поликлиники на Курчатово открылся после ремонта. Это завершающий ПСР-проект этого года, который реализуют совместно ФМБА и Русатом. Но мы не завершаем работу по улучшению доступности и качества медицинской помощи. Координационным центром ФМБА три проекта, реализованные в 2022 году в нашей больнице, были признаны лучшей практикой и рекомендованы для дальнейшего тиражирования в других учреждениях ФМБА. К пилотным городам проекта в следующем году присоединятся и другие города, присутствие госкорпорации Русатом. Но именно Саров стал той территорией, где попробовали реализовать самые лучшие идеи и предложения. В конечном итоге они позволили сделать пребывание пациентов в поликлиниках более комфортным. Новый облик, новая удобная среда позволяет самым нашим юным горожанам не испытывать тех неудобств, лишних стрессов и как-то более спокойно принять свое лечение. Действительно очень радует, что и персонал поликлиники, и наши родители, наши дети и теперь будут лечиться в более комфортных условиях. Поэтому всем спасибо за хорошую работу. Изменился не только холл детской поликлиники. Большую работу провели по Центру здоровья детей. Он может теперь принимать больше пациентов. В кабинетах сделали ремонт, а все оборудование полностью обновили. Мы перенесли, главное, что это кабинет стоматологического гигиениста с третьего этажа именно в блок Центра здоровья. Теперь не нужно нашим пациентам пересекать, ну, идти, вернее, по тому пути, где идут пересечения потоков с другими, кто пришел, обратился в поликлинику. И, значит, время прохождения, естественно, обследования в Центре здоровья значительно сократилось. Еще одно новшество, которое внедрили в обоих зданиях детской поликлиники и на Курчатовой, и на Октябрьском – оптимизация приема участкового педиатра. Теперь доктор больше внимания может уделить маленькому пациенту. Часть его прежних обязанностей взяли на себя специалисты кабинетов здорового ребенка и внепланового приема. Кабинет здорового ребенка забрал на себя всю консультативную помощь. На базе этого кабинета организованы онлайн-консультации для родителей. То есть сейчас тот период, когда идет повышенная заболеваемость, мамам очень удобно, не приходя в поликлинику, связаться с медсестрой и получить ту информацию, которая ее интересует, ответить на все ее вопросы. Также справки, например, для спортивной секции или лагеря выдают теперь в доврачебном кабинете. К участковому организовали предварительную запись, а всех внеплановых пациентов, у которых появились признаки ОРВИ, направляют в кабинет внепланового приема. Там фельдшер рассматривает ребенка, дает назначение и записывает на прием к педиатру. На 2023 год в клинической больнице номер 50 запланировали реализацию еще ряда ПСР-проектов. Они будут касаться улучшения реабилитационной, амбулаторной и травматологической помощи и помощи пожилым людям в получении справочной информации. Работа над этими проектами уже началась. На пруду Боровом лед 26-27 сантиметров, на реке Сатис 25 сантиметров, на Саровке 7 сантиметров, сообщает департамент городского хозяйства. Специалисты напоминают, что на участке Сатиса от моста Позернова до моста Панузрукова бьет много ключей, поэтому следует соблюдать максимальную осторожность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До 16 242 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда с 1 января. Закон, принятый Госдумой, приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года прежний механизм индексации МРОД, исходя из величины медианной заработной платы. Теперь его ежегодно будут устанавливать федеральным законом. Рост минималки будет на 3% пункта превышать темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. При расчете прожиточного минимума также ранее отказались от медианы. Стартовала благотворительная акция «Новогодняя сказка-2022». В шестую раз ее проводит молодежная комиссия «Правкоморфиатвнеев». В этом году елка украшена письмами с желаниями воспитанников Темниковского детского дома-интерната, Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям Сарова. Принять участие в акции просто. Необходимо снять с елочки конверт, прочитать письмо и исполнить мечту ребенка. Акция проходит на Куйбышево, 24, кабинет 108. Мурдом – лучший социальный проект Нижегородской области. Победа стала возможной благодаря отзывчивости саровчан, которые поддержали кошачий приют голосами на сайте Добрый бизнес. С первых же дней Мурдом лидировал с большим перевесом и никому не уступил пальму первенства. Подробности далее. В 1825 раз приют Мурдом говорит спасибо. Именно столько неравнодушных к проблемам бездомных животных людей отдали свой голос за саровский проект. В итоге Мурдом второй раз подряд стал лучшим социальным проектом Нижегородской области. Экспертная комиссия нам вдавала грамоту, а голосование общественности как раз-таки вручалось денежный приз. Мы с самого первого дня лидировали. То есть среди 21 проекта 40% голосов были наши. Прямо с самого начала. И мы прям стойко держали вот эту планку. Мы гордимся тем доверием, которое нам оказали люди своей поддержкой. Это значит, что мы действуем все правильно и двигаемся в нужное направление. Секрет успеха Мурдома в его открытости. Приют существует чуть больше года, но за это время о его существовании узнало большинство жителей города. Социальная реклама в СМИ, организация сборов помощи, проведение экскурсий для всех желающих познакомиться с пушистыми обитателями приюта и, наконец, школа волонтера. За это время у нас побывало не менее тысячи детей вместе с родителями и все жители нашего города. То есть мы, совершенно ничего не скрывая, приглашали всех, приходите, смотрите. На школу юного волонтера мы учили детей общаться с животными. Собственно, это приносило свои плоды, насколько известно. Дети помогали животным на улице, немного узнали за это все время. Плюс нам помогали. Там мы и приучали к труду. Усилия и идеи волонтеров Мурдома раз за разом находят поддержку в различных грантовых конкурсах. Новая победа в конкурсе на лучший социальный проект года принесла ему финансирование в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги направят на лечение и содержание подопечных приюта. Сегодня их более 200. На этом инициатива Мурдома не заканчивается. По предложению волонтера Анны Авдеевой, приют будет принимать на бесплатную передержку кошек мобилизованных горожан. Мы окажем всю помощь, в том числе и чтобы лечить какие-либо обработки. Если животное полностью здорово, то это от глистов, вакцинации различные. Если животное какое-то заболевание, то обследование какое-то. Все равно, чтобы было, чтобы животное не вот просто сидело и все. То есть как наш любой подопечный. Подробности в группе Мурдома ВКонтакте. Телефон для связи. Плюс семь девятьсот восемь. Семьсот шестьдесят два. Ноль девять пятьдесят один. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова-24. Звонок на полмиллиона. На прошлой неделе саровчанки позвонили неизвестные, представились с сотрудниками полиции и попросили перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила лжеправоохранителям и отправилась к терминалу. В итоге потеряла четыреста восемнадцать тысяч рублей. Подобные случаи УВД города фиксирует практически каждую неделю. Как не попасться на удочку аферистов, узнала наша съемочная группа. Мы не аферисты и не требуем от вас никаких личных данных. Только установите на ваш смартфон одно приложение. Такие звонки зачастую поступают россиянам. Поводы для звонка могут быть разными. Вам предложат работу или на связь выйдут якобы сотрудники службы безопасности банка. Жертва не видит подвоха и устанавливает безобидный мессенджер, подключается к конференции по ссылке. В ходе беседы аферист как бы между делом просит включить демонстрацию экрана. Ловушка захлопнулась. Теперь все, что вы делаете в телефоне, видит и злоумышленник. Мошенники на своем устройстве видят все те действия, которые происходят на экране у потерпевшего. И гражданину присылают им смс-сообщение с целью перевода денежных средств на другие счета. Гражданин ничего не подозревает, демонстрирует им свой экран телефона. И они переносят информацию на свои устройства. Соответственно, с банковского счета гражданина списываются денежные средства. С каждым годом мошенники изобретают новые схемы обмана, а также дорабатывают старые. Чаще всего звонят под видом сотрудников банка, их службы безопасности и даже правоохранителей. Главный инструмент телефонных манипуляторов – страх человека потерять деньги. На нем они и играют, уверяя жертву, что их финансы в опасности, и им срочно нужно их спасать, переведя на безопасные счета. Важно помнить, не существует безопасных счетов, и банк никогда не станет звонить с такой просьбой. Если вам позвонили, представили с работниками банка, службы безопасности, поддержки, кем угодно, убедительные просьбы – не вступать в разговор, просто положить трубку. Это будет самое нормальное решение в этой ситуации. Если, соответственно, гражданин вступает в разговор с этими мошенниками, они найдут тысячи причин для того, чтобы продолжить разговор и выведать у гражданина информацию о его банковском счете. С каждым годом таких случаев все больше. За 10 месяцев этого года число выросло на 33% по сравнению с предыдущим, а раскрываемость составила чуть меньше 20%. Как правило, полиция раскрывает каждое шестое такое преступление. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.